Залог успешности развития отрасли как крупного, так и среднего предприятия – грамотное управление. Если слова рекрутинг и аутсортинг еще 10 лет назад многим жителям области были попросту неизвестны, то сейчас белгородцы уже работают согласно мировым законам менеджмента. Показательно, что кадровый форум, который традиционно собирает десятки лучших специалистов со всей России, открылся в этом году на базе именно Белгородского государственного университета. Что нового появилось в управленческой сфере и какими правилами в работе должен руководствоваться хороший кадровик, теперь знает Александр Авдеева. Кадровик в организации – это уже давно и давно не хранитель трудовых книжек, ответственный за сейф или не массовик-затейник. Это полноценный партнер, стратегический партнер, участник принятия всех решений управленческих. Вот только сегодня и завтра многим предприятиям Белгородчины придется на время обойтись без них. Незаменимые кадровики – участники этого специализированного форума. Оживленный разговор о последних новшествах в управленческой сфере – хороший подарок в преддверии профессионального праздника. Специалисты из соседних регионов Москвы, Казани, Санкт-Петербурга делились с белгородцами опытом, рассказывали тайны эффективного менеджмента. Совсем скоро российские кадровики столкнутся с изучением национальных профессиональных стандартов. В конце прошлого года это понятие появилась поправка к Трудовому кодексу. Оно подразумевает характеристику каждой специальности – наличие определенной квалификации для того, чтобы работать по ней. К 2015 году в Министерстве труда разработают не менее 800 профстандартов, в том числе и в сфере управленческой деятельности. Стандарты будут разрабатываться объединениями работодателей, отраслевыми, именно основными потребителями профессий и профессиональных компетенций. Сейчас появилось сотни новых профессий за последние 10 лет. Вы сами знаете, есть профессии, которые даже не то что не имеют стандартов, вообще никак не описаны в российских документах. Говорили и о том, что будет не через годы, а о том, что можно использовать в управленческой практике уже сейчас. Мастер-класс Эдуарда Бабушкина, руководитель ведущего российского сайта hrm.ru, открывает менеджерам новые страницы в управлении персоналом. Подбирать специалистов кадровик может с помощью социальных сетей, а также используя рекомендательный рекрутинг, то есть рассматривая людей, о которых положительно отзываются сотрудники компании. В наборе квалифицированного персонала поможет и сайт вашего предприятия, его мобильная версия. Потенциальные работники должны знать о свободных вакансиях. Не хватает работников, не хватает работников, не хватает работников. Если посмотреть на социальные сети, если посмотреть на кандидатов, то обратная сторона заключается в том, что люди не могут найти работу. Для меня проблема заключается, и это, кстати говоря, серьезный вывод для нашего рынка труда, он заключается в том, что в России до сих пор не существует эффективного пространства, где кандидаты и работники, работодатели могут свататься друг к другу. Все больше ощутима конкуренция на рынке труда, в том числе и среди специалистов кадровой сферы. Белгородская область – территория равных шансов. Территория, где понятие конкуренции обретает качественно другое значение – значение высокого профессионализма. Высшая школа управления при Белгородском госуниверситете этот факт подтверждает. Ежегодно новые знания в сфере высшего и среднего менеджмента здесь получают более 2,5 тысяч белгородских специалистов. Это и программы мотивации, это эффективное лидерство, это ораторские, так сказать, программы очень интересные, развитие этих компетенций, которые сегодня востребованы в профессиональном сообществе, и которые позволяют создать вот этот такой кумулятивный заряд в организации, который позволяет ей быть успешной. Александра Авдеева, Владислав Плужник, Новости Мира Белогория.